Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое забвение предательством перед памятью павших воинов? Сотни поколичных судеб, сотни тысяч солдат, сложивших свою голову за Родину. Все это объединяет людей из разных уголков бывшего Советского Союза. И сегодня память – это тесная связь между нами. В ходе церемонии военный оркестр Республики Беларусь исполнял песню «Вечный огонь». Более известную, как «От героев былых времен». В этой песне есть такие строки. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. На всей территории Российской Федерации, в Республике Беларусь, не найдется ни одной семьи, которую бы не опалила эта война своим пламенем. Поэтому народы наших стран всегда помнили, помнят и будут помнить, какой ценой досталась победа в этой войне советскому народу. «Свеча памяти» – так называется акция, которая 22 июня в 4 часа утра пройдет в Москве. А стартовала она здесь, в Брестской крепости. Частица пламени Вечного огня отправится в главный храм Вооруженных сил России. Ее передал Герою России, старшему лейтенанту Антону Старостину, Валерий Федорович Касатонов, свидетель блокады Ленинграда, ветеран флота, капитан первого ранга в отставке. Память – это наше будущее. Если у нас не будет памяти, у нас не будет дальше будущего. Поэтому я очень уважительно отношусь к тем людям, которые выполняли подобные задачи, чтобы вы защищали свою родину в те тяжелые времена для нашего народа всеобщего. И поэтому я горд за свою страну, за свое отечество. И горд за то, что продолжаю традиции наших великих народов. Частица пламени Вечного огня Брестской крепости сегодня будет доставлена в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, от которой в 4 часа утра 22 июня будут зажжены 1418 памятных свечей по дням Великой Отечественной войны в память о всех павших героях этой кровопролитной войны. Сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны и пропаганда уважительного отношения к символу памяти Вечному огню является сегодня как никогда актуальным и объединяет наши народы. Эта частичка Вечного огня будет передана в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации в рамках акции «Свеча памяти». Сегодня важно говорить молодому поколению правду. Правду о тех событиях, о трагических, о героических событиях. Важно, чтобы не только военнослужащие, но и любой житель страны, любой житель планеты знал ту правду, которую сегодня в условиях тотальной фальсификации, я бы сказал, пытаются отменить историю, историческую правду о Великой Отечественной войне. Важную роль в том, чтобы церемония передачи состоялась, сыграли специалисты «Мосгаза», которые подготовили уникальное оборудование. У нас имеется оборудование, которое было непосредственно изготовлено для мероприятий по переносу частиц Вечного огня, специально разработано и изготовлено нашими специалистами. Это портативная переносная горелка, которую используют непосредственно для перевозки и переноса частиц Вечного огня. Она работает как газо-горелочное оборудование, там присутствует баллон с газом и кран, который регулирует это. И также у нас имеется факел, который... Также это оборудование предназначено для всех погодных условий, которые не боятся ни штормового ветра, ни дождя, ни снега. Его потушить фактически невозможно. Глубоко символичным для россиян и белорусов станет огонь, зажженный от вечного огня Брестской крепости, герой главного памятника всем, кто защищал нашу независимость. Лариса Осмолович, Александр Богданович, Юрий Ремонтович, Александр Воронин. Телекомпания Бук-ТВ. Брест.